Всем привет, ребят! И сегодня у нас плановый брифинг для брокера Markets. Сегодня в плане что? Во-первых, мы должны с вами посмотреть на те сделки, которые были открыты в этом месяце, проанализировать открытые, посмотреть на новые варианты, расписать список сигналов актуальных. И сегодня мы сделаем одно незаконченное дело, доделаем его, выберем победителя для участия в интенсиве, который получит все записи интенсива и который получит оставшиеся дни участия. Плюс от себя я добавлю месяц участия в моих утренних брифингах. Поэтому смотрите, сегодня сделаем с вами много всего полезного для того, чтобы вы смогли заработать в рынке. И сегодня сделаем то, что должны сделать. Давайте приступим к нашей привычной работе трейдера, проанализируем графики, аргументированно, как вы любите. Так что смотрите, вам будет обязательно интересно и полезно. Начнем давайте с вами с индекса доллара, потому что индекс доллара это отражение силы доллара в отношении к основной корзине валют. На него внимание обращать необходимо. Многие этого не делают, но цикличность индекса доллара, она нерушима. Если вы посмотрите на рыночный цикл, то поймете, что зоны спроса предложения на нем работают просто отлично. И вы должны понимать, что с помощью индекса доллара вы должны оценивать зоны накоплений и распределений. Вы должны понимать, где будет распределение позиций, где вам нужно будет смотреть на развороты и так далее. Мы понимаем с вами, что во-первых обновление хай это возможный сценарий. И мы здесь с вами поставим область непосредственно предложения в зону 100 по индексу доллара. И будем понимать с вами, что как только цена зайдет в область 99.5-100, нужно искать продажи. Если у вас были длинные, то соответственно сбрасывать доллар. Если у вас нет позиций, то искать короткие по доллару. Давайте от этого сценария и будем отталкиваться. Что касается текущего нахождения цены, то есть еще потенциал роста. И это замедление, которое происходит сейчас, оно может быть распределено в рост. Внимание на 98.4, внимание на 98.3. В зависимости от того, куда выстрелит цена, эта стагнация может усилить либо ослабить доллар в целом. Но давайте перейдем к графикам. Евро-доллар очень интересный инструмент. И хотел я шортать евро-доллар от зоны 1.11.90, 1.12.20 пробовать, но не получилось. Тем не менее, в этом месяце на текущий момент открыта всего одна позиция. Это позиция по Макдональдсу, покупка из позиционной области. И в этом месяце была открыта позиция по евро-канадцу. Открывал также евро-фунт, пробовал покупать евро-фунт. Ну давайте разберемся конкретно со всеми зонами, где что я делал. Это я немножко отклонился от темы евро-доллара. Хотел сказать, что вместо евро-доллара продал евро-канадик. Вот смотрите, здесь пробовал покупать на спросе, но пошло ниже. Еще актуальные покупки могут быть в районе 85. Но сейчас не об этом. Евро-канадец. Здесь был сценарий, закоррелированный с евро-долларом. И в свою очередь из-за этого я попробовал зайти здесь. При этом у меня находился лимитник и там. В свою очередь я открывался после ложного пробоя максимума. Открывался по часовым графикам со стопом за часовой график. И закрывался на угасании цены. Можно было, конечно, додержать до тейк-профита. Но я в свою очередь увидел, что цена начинает угасать и не стал. И сделал правильно, потому что после этого длительная стагнация пошла. И все сделал правильно, как говорится. Также пробовал я продавать в короткую Дисней. Дисней в короткую не пошел. Здесь был очень небольшой риск. Это была попытка работы по часовым графикам. Это не относится к позиционному трейдингу. Здесь Дисней вырос очень сильно. И в покупки я не попал. Можно было присмотреться. Среднесрочные у него потенциалы были в короткую и в длинную. А после этих ложных пробоев можно было, конечно, покупать. Но у меня неделя была очень насыщена. И поэтому на текущий момент и сделок практически нет. Так что сейчас вместе со мной вы сможете повыбирать. Евро-доллар. Пока что рано говорить о прекращении снижения. Я бы смотрел все-таки на более существенные значения. Это 1.09. А может быть даже 1.08.50. То есть если речь идет о распределении, где вам закрывать короткие, если они открыты, то это район 9.50, 1.09. Если речь о длинных, то это смотреть нужно 1.09, 1.08.50. Не раньше. Это оптимально. Короткие возможны повторно в случае роста не раньше, чем 1.20. То есть это то, что можно среднесрочно. На чем можно заработать. Дальше. Фунт-доллар. Еще более сложный инструмент. Мы все уберем. Оставим самое интересное. И здесь мы сможем с вами увидеть, что по фунту была попытка сбросить игроков в длинную. И сейчас идет стагнация. Кому интересно, можете искать покупки здесь. Вполне. Потенциал роста у фунта это 1.30, а может быть даже 1.31. То есть кто работает в длинной и ищет длинной. Их нужно искать сейчас. Вот когда у вас произошла ситуация с выносом по минимуму, когда сбросили покупателей, смотрите, здесь были покупатели лимитные, здесь, здесь, здесь. Их сбросили ниже уровня. Как раз по стопам. И цена вернулась выше, делает стагнацию. Эта ситуация как минимум до 1.30 на случай, опять же, отработки этого сценария. Поэтому смотрите, здесь нормальный вариант. С короткими 1.30 ложный пробой, либо 31.50. Там можно просто шортить по хаю. Доллар-иена. Доллар-иена я жду длинный, на выходе выше 109, но до сих пор нет нормального сценария, который бы удовлетворил мой запрос. Постоянно начинается угасание сразу после уровня. Постоянно цена падает под уровень. Учитывая то, что индекс доллара рано или поздно придет в зону распределения, а иена при этом никак не пускает на этом инструменте на паре, доллар-иена, японская иена, то лучше, наверное, ставить в покое и попробовать ланги 107, 106.50. Лучше там на изломе попробовать ланги. Доллар-франк. Ничего сказать не могу. Здесь очень сложный инструмент касательно текущих значений. Но если кому интересно, это продажи от паритета, покупки выше паритета на случай закрепления дневки. Я этого жду уже несколько месяцев. И здесь нужно понимать, что позиционный трейдинг, он представляет из себя торговлю на ожидании самых благоприятных сценариев. То есть ты не каждый день в рынке, но ты ищешь такие возможности, которые приносят тебе деньги. Это самое главное отличие. То, что это конкретная работа по поиску выгодных вероятностей их отработки. Здесь золото. Золото я не торговал. Была вариация здесь купить по часовикам, но это мы разбирали исключительно в качестве примера, потому что я не торгую интродей. А вот сейчас короткие по золоту от 1483-1490. Это может быть очень неплохим вариантом. Вышла цена, да, прошло угасание. Длинные у меня стоят лимитники очень давно. У меня стоит лимитник 1419-1400. Это лимитники на длинные у меня стоят. Они ждут своего часа и они будут стоять. Можно начинать покупать от 1425 вплоть до 1400. Можно искать покупки. Это очень хороший вариант, учитывая потенциал 1490. Этого достаточно. Если вы посмотрите на значение последнего предложения, это 1480-1495. Можно разбить на середину, то есть ставить лимитник, к примеру, 1487 и 100 за 1495. Это хорошая зона продаж. Ее можно попробовать. Для тех, кто торгует золото среднесрочно, для тех, у кого позволяет маржа торговать золото, можно попробовать. Опять же, это все на усмотрение каждого. Но это неплохой вариант. Неплохой. С покупками очень хороший. Доллар-рубль. Тоже думали о покупках, даже я, хотя доллар-рубль торгую очень редко. Думал о покупках в зоне 63-62.5. Не дошло. Развернулось раньше. Сейчас сказать нечего. Можно высасывать из пальца какие-то идеи, но в этом нет никакого смысла. Евро-иена. Тоже смотрели продажи. Пытался я найти продажу по закреплению, но здесь это евро-иена. Она не дает простых решений, поэтому пошло все без меня, без моего участия. Да и в принципе я не жалею, потому что не самый простой инструмент, и выдерживать позиции по евро-иене вполне сложно даже, проблематично. И доллар-канадец. Вот это можно взять на вооружение. В частности, посмотрите на 33-33.5. При первичном подходе, если сохранится такая же цикличность, можно попробовать поискать шорт-позиции, но я бы именно рекомендовал смотреть на какие-то угасания, ложные пробои, вот такого характера. Это связано с тем, что этот уровень многократно тестировался, и связано с тем, что стопы слишком очевидны. То есть сбор стопов здесь, это вполне логичный сценарий для крупного игрока, поэтому ищите закономерности, но это вариант, который нужно смотреть, это вариант, за которым нужно следить. По поводу длинных на возврате, смотрите в 31.90, 31.50. Будут возвраты сюда, можно попробовать. Но до тех пор, пока не дойдет до 33. Если сейчас начнет, это актуально, вплоть до 33. Если начнет падать от 33, почему это не актуально? Потому что приоритетность уровней, это позиционный уровень, это внутренний уровень, и он является вторичным. То есть те игроки, которые здесь заходили, скорее всего, по 33 уже вышли, они не будут защищать свои позиции. И вот эти все вещи, их нужно обязательно учитывать. Ну и давайте как раз в силу того, что это все надо вычитывать, разыграем с вами доступ на интенсив. Интенсив, здесь видео от 17 октября, на котором я говорил, что все, кто ставит комментарии, будут участвовать в розыгрыше интенсива. Естественно, здесь и мои есть комментарии, но они не будут участвовать. Мы с вами берем, копируем ссылку, вставляем ее в рандомайзер для определения. Надеюсь, правильно. Так, PlayerOne, интенсив круто. Я новичок, на интенсиве будет полезно. Или же все-таки какой-то базой надо обладать. Итак, у нас есть ли такой человек? PlayerOne есть. Вот, даже мы с ним ввели диалог. В общем, PlayerOne, напиши мне в Telegram. Мой Telegram написан вверху, ты его видишь. Напиши мне в Telegram, и мы с тобой обсудим... Не то чтобы обсудим, я тебе дам записи предыдущих уроков, подключу к следующим и добавлю в группу брифингов на один месяц. Надеюсь, что ты живой человек, а не какой-нибудь бот. Поэтому будем взаимодействовать. Спасибо еще раз за то, что были активными. Для вас будем проводить какие-нибудь приятные розыгрыши, чтобы вы получали поддержку и развивались в трейдинге. Трейдинг — это та сфера, которая приносит деньги. Именно поэтому в 2020 году я занимаюсь плотно открытием инвестиционного фонда, конкретно юридического, со всеми вытекающими. Пора свой, скажем так, предел превзойти и начать работать более масштабируемым методом и более прибыльным. Нужно уже выходить за рамки нескольких тысяч долларов в месяц и переходить со временем на десятки тысяч долларов. Итак, еврофунт. Еврофунт — это зона спроса 85, 84,5. Поэтому, если кому интересно, можно смотреть. Но она упирается в 86, поэтому нужно смотреть, чтобы достаточно потенциала было. Здесь первичный один к двум, но мы не знаем, как будет отрабатывать неделя. Можно вообще с недели искать покупки. Искать покупки с недели. Ближайшая зона спроса здесь, но если будет падать ниже, это 84. А то даже, наверное, 84-82,5. Или 83,5-82,5. Наверное, 83,5. 83,5-82,5. Это там, где можно пробовать купить. И это будет очень-очень хорошо, если вдруг придется на туда. Вы будете претендовать на 88, а то и на 0,9. Запас хода огромный. Это, наверное, месяца в позиции. Но попробовать стоит. Особенно, если исламский. Считаю, у вас кого-нибудь. CL. Рассматривали покупки. Я не вошел в покупку. Не нашел, где мне в нее войти. И на данный момент времени я бы вообще воздержался, наверное. И начал бы смотреть на CL в районе 63. Если кому интересно, покупки, они и сейчас актуальны. То есть, вот выше 57 цена стоит. Выше 57,5 цена стоит. Покупается актив. Распределяется на импульсе. Но я этим не занимаюсь. Поэтому воздержимся. И биткоин. Тоже очень-очень интересно для многих. Потому что биткоин не продолжил рост, как все хотели. А почему он должен продолжить, когда все купили? Так не работает рынок. Он работает в сторону от большинства. В основном. И нужно это воспринимать тоже. На 7500 можно будет думать о покупках в случае любых ложных пробоев. В случае закруглений, угасаний, движения. По коротким сказать ничего не могу. Не знаю, короткие на биткоине на самом деле не прибыльны, если проанализировать циклы. Много стопов. Очень проще покупать. Проще. И 5800-4800. Аж в этой области, наверное, 5500. Даже 5500, 4800, 4900. Это зона спроса среднесрочного характера. Пока только два значения, на которые я бы обращал внимание. Все остальное неинтересно. Все остальное вторично. Может 6500, 6. Но это угасание. 6500, 6. Тоже можете как ориентир себе поставить и проторговать. Проторговать. Вот. Вот такие на сегодняшний день дела. Думаю, что вам в свою очередь было интересно. Подчеркнули для себя что-то полезное. Ну и я буду продолжать для вас торговать открыто. Демонстрировать все сделки, все результаты. И вы будете понимать, что трейдингом можно заработать. И при этом все это совершенно открыто. Всем спасибо, всем хорошего дня, хорошей торговой недели. Увидимся на следующей. И надеюсь, что получится для вас записать что-то интересное, отвлеченное от брифингов, направленное на ваше развитие как трейдеров. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok